Итак, когда конкретно вот такие планы могут быть осуществлены и элементарно? Вот не надоест ли тем же американцам давить на Кремль, чтобы там согласились с концепцией миротворцев, которую предлагает международное сообщество? Обсудим это с Валентином Наливайченко, лидер движения «Справедливость» сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Валентин. Питаю вас. Спасибо, что нашли время. Вот давайте вот с терпения американцев и начнем. Вы наверняка знаете доминирующее, так сказать, настроение в американской политике, да? Вот сколько еще будет раундов переговоров, например, Волкера с Сурковым? Уже три были, ну скажем так, малорезультативными, да? Когда могут быть приняты хоть какие-то решения по миротворцам? Как вы считаете? Я могу вам сказать и всем телеглядачам, чего насправдя очекают и демократи, и республиканцы в Конгрессе США. Мы и остальные встречи там. Это засвечили. От украинской власти. Первое и главное. Представьте ваш украинский план. Как вы видите, наиголовное – звольнение вашей родной земли. То есть нашей родной земли. Поэтому, с вашего позволяя, я и начинал бы с главного вопроса. А главное вопрос для нас, для Украины, звучит следующим образом. Может быть сейчас украинским руководителем четко визначена мета и задача для миротворческой миссии ООН. Я озвучу, какая это может быть мета. Мета – восстановление территориальной ценности Украины. Раз, что нужно сейчас зазначити. И терминово, вот я наголошу, с сегодняшнего вашего эфира. Хай почуют и едут в Нью-Йорк, в ООН, до Ники Хейли. Наверное, называем прозвище ключевого высокого класса и уровня американского дипломата, с которой нужно сидеть в ООН и отработать от главной меты, восстановление территориальной ценности нашей страны, главные завдания миссии. Валентин, я правильно понимаю, что вот эти цели, о которых вы говорите, они должны быть оформлены Украине, как, например, проект резолюции СовбезООН. Подписаны, особенно Порошенко, президентом Украины. Далее, что нужно сделать? сделать негайно, выяснить и представить высокого уровня дипломатично-військовую группу украинскую для работы за этим направлением и с целью метою. У нас есть высококлассные, святого уровня украинские дипломаты. Олександр Чалий, Мархиан Лубківский, Олександр Моцик. У нас есть и войсковая элита, новая, украинская. Олексей, ну вы же показываете интер миротворческие миссии за кордоном, где берут участь украинские войскови. Там новые украинские войскови, которые владеют иноземными умовами, главное, имеют международный опыт работы в ООН. Поэтому я говорю, объедините військово-дипломатичную группу высокого уровня под методом восстановления территориальной ценности чуткий план для миротворческой миссии. Коротко, пункт номер один плану. Украинско-российский кордон, раз, миротворческая миссия. Вся тимчасово окупована территория для миротворческой миссии, два. И третя. Зараз новое объединенное украинское войсковое командование мает представить мапу чутку российской оккупации. Для чего? Да, для того, что перед миссией миротворческой ООН направит оціночную миссию, оціночную группу, которая оценить, что нужно делать, на какой территории, где находятся оккупанты, где находятся полигоны по подготовке террористов, где находятся военные склады на оккупованной украинской территории, для того, чтобы их что? Звольнять. Хорошо. Валентин, это четкий поэтапный план с конкретными виконацией. Это четкий поэтапный ваш план. Не разобьется ли он снова о стену непонимания той же Российской Федерации? Как ее уговорить пойти на все эти уступки? Когда имеешь четкий план, имеешь понимать. И когда имеешь фаховцев, которые умеют, а, вырабатывать этот план, б, его отстоять, это наш национальный интерес. И это наша территория. Нам не нужно сомневаться, а что подумает края-агресор. Треба дойти, 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 еще раз дойти. Не спать. Потому что оккупанты на нашей земле, края-агресор, два резолюции ООН, Олексею, засудили российскую агресию еще в 2014 году. На нашем боце больше, чем 100 стран, ООН, поэтому нужно дойти. И украинская влада должна не гаять час. Звольнение наших территорий залежит насампереду от нас. Но все-таки, если нам в этом будут помогать еще другие страны, которые пришлют к нам своих миротворцев, какие страны могут это сделать? Как вы считаете? Звучит мнение о том, что страны, соседствующие со странами конфликтующими, не могут это делать, но Беларусь и Казахстан уже готовы помогать. Сразу скажу, что и Пол Райан, и Марси Каптур, и конверсмен Уильямс, и другие, с кем я встречался в последний раз в Вашингтоне, чётко говорят, Валентин, мы союзники Украины. Простейше говоря, США – ключевые союзники для нас, для Украины, в ключевом подходе. Мает быть примус к миру. И именно наш план для введения миротворцев, мает предпочитать примус к миру. С таким подходом американская сторона точно поддерживает Украину. То есть активно нужно действовать. И примус к миру – главный принцип для введения миротворцевой миссии. И за этим принципом уже смотреть на других союзников, кто готов на украинских условиях, на условиях союзничества Соединёнными Штатами, Великой Британии, Франции. Это я назвал трех ключевых членов Ради Безпеки ООН. Будь ласка, соседняя Беларусь, я знаю президента Лукашенко особисто, он решучая людина. Если они смогут долучиться именно до такого плана, примус к миру агрессора и освобождение украинских территорий, вот тогда уже говорить про количество, про разные страны, строки и так далее. Валентин, если мы говорим о принуждении к миру, здесь тогда важно очень понимать, какие будут полномочия у этих миротворцев. Как законодательно их нужно поддержать таким образом, чтобы на Востоке не появились просто статисты. Само так, примус к миру и международный опыт. Я назвал святого уровня украинских послев. Они, в частности, были кто в Хорватии, кто в Румунии, и имеют надзвичайно высокий международный опыт, как правильно выписывается повноважение, например, для тимчасовой администрации войска, которая неминучая должна быть введена подчас миротворческой миссии на тимчасово окупованной территории. А тимчасово войсковая администрация для успешных краин, которые восстановили свою территориальную целостность, например, Хорватии. Вот мне министратник Голубкиевский Маркиян рассказал, четкий мали план по, первое, демилитаризации, второе, спорта с местным населением. Валентин, есть еще один важный момент, который практически сейчас нигде не обсуждается. Это гражданские администрации на неподконтрольных территориях. Они тоже должны состоять, например, из международного представителя, из представителей международного сообщества? Или это будет все-таки украинская власть должна делегировать туда, в общем-то, местной администрацией? Мой подход идти хорватским опытом, хорватским шляхом. Когда сначала должна происходить демилитаризация, примус к миру и параллельно не войска, а другие заводить вместо агрессора, а приносить мир, приносить гуманитарную помощь, приносить нормальное життя, вернуть спорт, вернуть защиту церков, вернуть всех, кто был обязан выехать, так называемых переселенцев, возможность им вернуться к их майне, к их квартир. Это величезный шмат работы, и это, правда, будет за украинским урядом. И эта работа должна параллельно выполняться с решением всех вопросов мандата и меты миротворчивой в миссии ООН на оккупированной территории. Спасибо вам за этот разговор. Валентин Наливайченко, лидер движения «Справедливость», был гостем подробностей недели.